Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в литературной гостиной. Мы продолжаем знакомить наших зрителей с молодыми авторами Ульяновска. Сегодня у нас в гостях Сергей Николаев. Сергей Николаев пишет стихи и прозу. Он окончил Ульяновский государственный университет и является лауреатом премии «Первая роса» в поэтической номинации и в номинации «Иная проза». И это разносторонний человек, интересный автор, интересный собеседник. Я с удовольствием предоставляю ему слово. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Николаев. Как гласит надпись на некоторых грамотах, которые мне вручали в разное время, меня называют поэтом. Но к поэтам в чистом виде я не отношусь, потому что помимо стихов я пишу еще и прозу. И в разное время, что интересно, попеременно то стихи, то прозу отмечали на разных литературных конкурсах. Кроме того, я писал научные статьи и тексты для песен. И был корреспондентом, поэтому мне сложно сказать, к чему же я все-таки отношусь больше и применяю поэтому более широкое такое определение автор. Что бы хотелось еще сказать о себе? Я окончил Ульяновский государственный университет по направлению юриспруденция, пишу стихи первые с 8 лет. Те стихи, которые уже не стыдно показать на публику, я пишу где-то примерно со второго курса университета. Участвовал в разных литературных мероприятиях в нашем городе, в разных конкурсах литературных. И вот уже сегодня некоторые стихи активно распространяются и в сети интернет, и по каким-то литературным журналам. Но сегодня мы о них еще, думаю, поговорим. В этом году так получилось, что мне исполнилось 25 лет. Я впервые как-то собрал все стихи в одну стопку, посмотрел на них, и подумал, что это уже некоторый багаж, и написалось после этого стихотворение, которое называется «Рубежи». «Льды взрывала весна, ожидая апрель. Мир очнулся от сна, расплескав акварель. Взгляд серьезнее встал, нам держать строгий пост, с осознанием, что мал, что душе нужен рост. Стало видно асфальт, и герои цветы пробивают базальт, достигая мечты. Так и нам, стало быть, рвать-ка росту с души и вдохнув воздух, жить, проходя рубежи. Вот и мне 25, четверть века, поверь, я родился, чтобы ждать воскресенье, апрель». Мы все, конечно же, ожидаем какого-то чуда в своей жизни, и если говорить о христианском православном взгляде, мы ждем воскресенье, и, собственно, это стихотворение об этом. Сегодня много говорят о молодежи, о молодежи говорят иногда и в негативном ключе, но поскольку я являюсь председателем отдела по делам молодежи Симбирской епархии и видел и православную молодежь, и видел творческую молодежь, которая пишет стихи, прозу, я подумал о том, что все эти люди находятся в активном поиске. Они ищут Бога, они ищут себя, они ищут себя именно в творчестве в том числе, и то, что молодежь ищет, это на самом деле радует, и то, что наше поколение не потеряно, я в этом уверен, и у меня родилось стихотворение, которое я назвал «Мое племя». Собственно, стихотворение это написано в жанре верлибр. Верлибр – очень интересный жанр, который я очень люблю. Это безрифменный стих, и сейчас он все больше и больше набирает обороты. Не скажу, что будущее за верлибром, но, наверное, некоторое время этот стиль будет моден. И очень качественный верлибр, который я читал, «Маленький человек с большим сердцем». Написал замечательный поэт Сергей Гогин ульяновский. Я имел честь ходить в литературную студию «Восьмерка» некоторое время, заниматься там, и Сергей Гогин поправлял некоторые мои стихи. Итак, «Мое племя». «Мое племя» любило избирать себе вождей, жадно слушать их речи, затем свергать их хотя бы мысленно. Его представители находили это веселым. «Мое племя» не было поколением дворников и сторожей. Его перспективы были куда как менее ясными. Это было поколение промоутеров и дистрибьюторов. «Мое племя» знало, как взламывать пароли, как чатиться и отправлять смс. Но его представители разучились общаться между собой. Они будто бы строили информационную Вавилонскую башню. «Мое племя» нельзя было назвать безнадежным. О, это было поколение романтиков, которые хотели путешествовать и зарабатывать легкие деньги. Но всякий раз столкновение с реальностью было для них жестокой неизбежностью. «Мое племя смотрело вперед, в это суморочное и неясное постмодернистское вперед, не веря ни в социализм, ни в капитализм, ни в какой-нибудь еще там изм, потому как его отучили вообще во что-либо верить. «Мое племя» теряло свой боевой дух, оно разлагалось изнутри, но, что удивительно, находило еще кое-какие поводы для того, чтобы увидеть этот мир в ярких красках. «Мое племя не шло в историю, оно шло куда-то мимо нее за грань, оно жило так, как не жил никто, хотя вроде бы вполне и обычно. Я представитель своего племени, записал все как есть, как было на моей памяти, и думаю, еще будет долгое время. Подпись число, записанному верить». То есть вот такое вот стихотворение написалось, это попытка охарактеризовать некоторые сегодняшние положения вещей. И мне хочется верить, что все-таки молодежь будет продолжать этот духовный поиск, будет всегда испытывать эту духовную жажду, и мы еще увидим очень хорошие стихи, которых у нас и на сегодняшний день достаточно много. Я рассуждал и говорил со своими друзьями и знакомыми о том, что значит быть поэтом. И на самом деле я считаю, что если есть такая возможность не писать, то, наверное, этой возможности стоит воспользоваться. Потому что написание стихов это процесс очень трудный, процесс, который требует больших затрат, именно эмоциональных затрат. Иногда приходится вставать поздно ночью, чтобы записать ту строчку, которая появилась в голове. И все это связано с некоторым усилием, с некоторым мучением. Но если же становится уже невозможным держать в голове все эти мысли, которые почему-то вдруг стали рифмоваться, то быть поэтом уже придется. И этой участи уже не избежать. Поэт — это ретранслятор времени. Или, как я часто говорю, карандаш в руках Бога. И следующее стихотворение называется «Поэтесси». Почитай мне что-то из последнего, из того, что показать нельзя. Лист переверни рукою бледною, и не бойся потерять ферзя. Мы с тобою оба однокрылые, умещаем мысль в тетрадный лист. И за что-то любим жизнь постылую. Не сутулься, выпрямись, гордись. Мы с тобою оба непрекаянны. Мы проводники высоких сфер. Мы не сами. Так судьба расставила. Мы живем на собственный манер. Не скрывай стихов тобой написанных. Ты не бойся, я не украду. Город измеряется карнизами, а поэт подобием Христу. Стихотворение «Поэтесси» — это стихотворение о творческих муках поэта, о необходимости стихи где-то публиковать и давать им какую-то жизнь. Есть тонкая грань между тщеславием и тем, что стихи уже невозможно удерживать, и что они должны приносить людям пользу или какое-то эстетическое наслаждение. И, собственно, в этих вопросах поэт зачастую теряется и должен их как-то для себя разрешить. Что интересно, еще Виктор Робертович Цой отмечал, что пишется лучше в ночное время. Ночь — это какое-то такое время, скажем так, тишины, спокойствия, когда вся суета замирает, и тогда в голову приходят некоторые строчки, которые просится записаться на лист бумаги. Когда погаснет в окнах свет, застынет в стеклах суета. Вновь оживет один поэт, и упадет одна звезда, и станет холодно, темно, и время свой замедлит бег. Дышать вдруг станет тяжело, и, обнаружив тяжесть век, ты вспомнишь тех, кто был с тобой. Их речь, их смех, обрывки фраз, и сердце сполоснув тоской, поставишь чайник, включишь газ, и ночь с заварочным листом осядет на стаканном дне. Посетуешь лишь об одном, что часть пути прошел во сне, что многое уже прошло, что ничего вновь не вернешь. И раз оно на то пошло, глотнув в стакане ночь, уснешь. А где-то упадет звезда, и где-то оживет поэт. Взрывает память тишина, когда погаснет в окнах свет. Гаснет в окнах свет, стихи ложатся на бумагу. Но прежде чем это время настало, нужно было каждому молодому поэту как-то заявить о себе. И я помню, что в студенческие годы первый человек, которому я показал свои стихи, это сейчас известный актер молодежного театра Данила Мельников. Мы с ним очень хорошо общались и дружили, и дружим до сих пор, но редко, к сожалению, сегодня уже, наверное, видимся. И Данила оценил мои первые стихи, и мы с ним тогда вместе пошли на мероприятие, которое называлось «Минута славы Улгу». Собственно, Данила очень хорошо поет, и он исполнил музыкальную композицию. А мне было предложено выступить со стихами. Я думал, что бы такого прочесть. И написал очень сложно сконструированное стихотворение, которое называлось «Кризис номер два». Тогда очень был вдохновлен альбомом группы «ДДТ» «Иначе», где Юрий Юлианович Шевчук немножечко критиковал окружающие действительности. И вот это вот выступление произвело такой эффект разорвавшейся бомбы, можно сказать. Однокурсники немножко на меня потом по-другому смотрели, и была вручена грамота, до сих пор помню, за оригинальный жанр. Я тогда это несколько удивил, и почему поэзия стала оригинальным жанром, или, может быть, я так оригинально читал стихи. И после этого я думал, что будет следующее, меня как-то заметят или куда-то позовут, пригласят. Но ничего такого не было. Это город, а в городе нужно пробивать себе дорогу самому. И где-то, наверное, с полгода или даже с год я молчал. Я просто копил некоторую стихотворную базу и впервые свои стихи потом уже представил параллельно на двух литературных конкурсах. «Верлибр» от Ульяновского государственного педагогического университета и конкурс «Первая роса» имени Андрея Безденежных. Оба этих конкурса по-своему стали для меня определяющими, потому что благодаря «Верлибру» два моих стихотворения «Собачьей верности и фарисей» вообще попали впервые в литературный сборник. А на конкурсе имени Андрея Безденежных я увидел очень многих ульяновских поэтов, с которыми в последующем и общался. У Вячеслава Бутусова есть замечательное определение людей, которые достигают какого-то высокого уровня в чем-либо, он называл «сверхами». И вот таких «сверхов» я увидел на награждении конкурса «Первая роса». И я увидел маму поэта Андрея Безденежных, Ларису Михайловну. Это очень добрая женщина, которая подходила буквально к каждому участнику, хвалила за свои стихи. И каждому от этого было тепло и уютно. И я помню, что атмосфера этого мероприятия, награждения по итогам «Первой росы» была уникальной. Тогда же я впервые увидел молодого поэта Александра Дашко. Подружились и познакомились мы несколько позже. Тогда же я увидел многих ульяновских поэтов и писателей. И «Первая роса» дала такой очень мощный толчок. Мне не удалось занять тогда какого-то призового места, но мои стихи отметили. Мне это было очень приятно. И я понял, что нужно продолжать писать. Благодаря и Ларисе Михайловне Безденежных, и благодаря членам жюри данного конкурса, за что им до сих пор благодарен. Я до сих пор помню, что вышел из музея имени Гончарова, сел на скамейку в городе, еще долго потом думал, размышлял. О последующем у меня написал стихотворение, которое я посвятил Андрею Безденежных. «Ловец солнца». В решето просочилось вдруг время, и течет, как сквозь пальцы, вода. Облака наверху, словно схема. Прочитать ее жизнь коротка. А ленивое солнце спустилось, на земных посмотреть чудаков, Что в безумии своем суетились, говоря, что не знают оков. Не хочу жить я жизнью фальшивой, из десятка один к девяти, Тех, кто тянет извечную жилу, тех, кто жильца так просто не жгли. Не хочу глядеть под ноги в небо, я смотрю, надеюсь, не зря. Дайте, что ли, огромный мне невод, чтобы солнце поймать для тебя. Я почувствовал какое-то родство с Андреем Безденежных, И скажу, что до сих пор это мой любимый ульяновский автор. Потому что те вещи, которые он писал, на мой взгляд, Несколько опережали то время, в которое он жил. И он тоже, безусловно, был человек, находящийся в духовном поиске, Что мне тоже очень близко. И мне кажется, нужно сделать максимальное количество усилий Для популяризации имени этого человека, Которому я безмерно благодарен. И конкурс, именем которого, назван «Дающий свет, дающий дорогу многим молодым поэтам». Не так давно Александр Дашко, находясь тоже в этом кресле, Высказался о том, что он тяготеет больше к классической поэзии, Что есть много сейчас и постмодернистского творчества, И конъюнктурного творчества. И, пожалуй, я полностью согласен с его словами, Полностью присоединюсь, что в стихотворениях очень важна душа, Что есть такие стихи, которые написаны в изумительной форме, По всем правилам, но они бездушные, Они сделаны очень по заданной схеме, По простой схеме. И они не несут того заряда, Который несут иногда стихотворения С некоторыми шероховатостями, Но написанные от души. И хотелось бы, чтобы настоящих стихов, Настоящей поэзии было гораздо больше. Междустрочие сквозит пустотой, Тишина — это только начало. И минут непрерывный конвой Даст понять то, что времени мало. Голоса незнакомых друзей И безмерно далеких нам близких, Кризис новых глобальных идей, Обещаний был их обелиски, Постмодерн век сжигает дотла. Толерантность зов разума глушит, На классических книгах зола Со страниц сходят мертвые души, Галактический холод душе. Где герои и где идеалы? Мир в хэштеговом новом клише. Я вернусь сюда после рекламы. Это стихотворение называется «Постмодерн», и оно как раз посвящено засилию этого явления в наше время. И подчеркну еще раз важность именно того, Что сегодня необходима та поэзия, Которая будет давать именно пищу к размышлениям, Которая, мне кажется, даст ответы Хотя бы очень приблизительные Человеку о его месте в этом мире, Которая затронет важные вопросы И заставит очень о многом задуматься. Сейчас очень много передач Носит развлекательный характер. Но давайте задумаемся, Что значит слово «развлекательный»? То есть у человека есть внимание, Это внимание развлекается, Рассеивается, И, условно говоря, Мы тратим свою жизнь иногда не на то, На что ее нужно было бы использовать. Использовать не тем образом, Не должным образом. И поэтому поэзия, Она заставляет человека В этой сплошной череде бега Очнуться и одуматься. И иногда пишутся стихи, Достаточно грозные и предупреждающие О необходимости таких остановок. Следующее стихотворение называется «Ваше и мое». Ваша правда, как ложь, Ваше слово, как пыль, Ваши фразы, как нож, Ваши мысли, ковыль, Ваши жесты не счет, Сзади пальцев кресты, Ваши взгляды, как лед, Шутки злы и остры, Разговор ваш пустой, Ваше дело труба, Ваша ласка убой, Ваша вера слепа, Флюгер, вот ваш тотем, Бесхребетность ваш дар, И запутанность схем Ваш сломала радар, Ваша радость угар, Похвала словно яд, И поддержка удар По местам, что болят, Восхищение вранье, И приличие лишь дань, Все вы, как воронье, Ваша имь, это янь, И любовь ваша крест, Статус будь, как они, Ваши дали окрест, Лишь болото да пни, Ваша жизнь словно путь Самой сорной травы, Сердце рвет в клочья грусть, Я такой же, как вы. Вот это вот сожаление о том, что поэт иногда пишет о каких-то пороках общества, и то, что он не всегда может соответствовать тому, что он пишет, это такой камень преткновения для самого поэта, и вопрос, который для него самого требует разрешения. Наверное, объясняется это так, что поэзия – это дар, безусловно, дар данный свыше, и человек распоряжается определенным образом этим даром, он делает творчество созидательное или разрушительное, но не всегда он может отвечать за данный ему дар в полной мере, и иногда, например, он совершает то, что обличает в собственных стихах, и поэтому получается некий парадокс. Но я думаю, что каждый человек пытается исправиться, и каждый поэт пытается сам же сматриваться в свое творчество, и в первую очередь, если он пишет обличительные вещи, иногда он пишет и видит в этих вещах себя. Но тема духовности и тема стремления к свету – это, мне кажется, очень важные темы, которые вообще никак нельзя обходить в поэзии, и хочется, чтобы таких тем затрагивалось как можно больше. И следующее стихотворение, которое я прочту, называется «Или». Или ты, или я Все равно дойдет кто-то до цели, Или инь, или янь Все равно что-то достанет целым, Или рай на земле, Или на небесах будет точно, Или будем на дне, Или мы обнаружим вдруг почву, Или спилим мы сук, На котором недавно сидели, Или наших наук Хватит только на то, Чтоб сидели, Или наши отцы, Или мы припадем в покаяние, Или сложим персты, Или будем молить извоянья, Или выставим мир На каком-нибудь аукционе, Или мы спалим Рим, Как горел он тогда, При Нероне, Или след на песке, Или в строчке стиха Безызвестность, Или мы на доске, А вокруг черно-белая местность, Или жизнь – это сон, Или жизнь – это путь к сновидениям, Или я, Или он, Кто ведет мой корабль? Спасенью? Или ветра глоток? Или небо кусочек под сердцем? Или путь недалек? Или это в гостиную дверца? Или будет все зря? Или станет тем, Чем мы хотели? Или ты, Или я? Все равно дойдет кто-то до цели. Какова же цель поэзии? И для чего она существует? На эти вопросы поэты тоже задаются вопросами. На эти темы поэты задаются тоже вопросами. И люди, читающие стихи, задают также эти вопросы. И, наверное, настоящее искусство, Я прихожу все больше к этому выводу, Это то искусство, которое заставляет человека встать с кресла, Откинуть вот эту вот корзиночку с попкорном, Да, вот тягу к тем развлечениям, Которые нам сейчас всячески прививаются, И начать уже что-то делать в созидательном, позитивном ключе. И, говоря о любимых поэтах, Мне хотелось бы выделить Илью Кормильцева. Это уникальный человек, Который писал тексты для Свердловской рок-группы Наутилус Помпилиус. Но он писал много, помимо того, Те стихи, которые стали входить в антологию, Стали распространяться в интернете. И как раз-таки отличительная черта стихов Кормильцева Заключалось в том, что он видел некоторые общественные проблемы, Он описывал их в своих стихах, Но, скажем так, от этих проблем, От их видения, хотелось сказать, Да я не такой, да я сделаю сейчас по-другому. И вот эта вот созидательная сила в стихе, Она очень важна, побудительная сила. И Кормильцеву это удалось, За что я до сих пор читаю его стихи, И очень люблю его поэзию. Мне еще хотелось бы сказать несколько слов О том, что в нашем городе Много замечательных поэтов, Много замечательных молодых поэтов, И я очень благодарен им за то, что они есть, За то, что мы можем общаться, Обмениваться нашими новыми стихами. И у нас появилась недавно такая организация, Как Совет молодых литераторов, Саша Дашко, кажется, рассказывал о ней. И вот Совет молодых литераторов, Он тоже позволил объединить Многих талантливых ребят. И вообще поэтическое братство Это такая тема, которая пошла еще, По-моему, с Пушкина, Что люди общаются, Люди поддерживают друг друга, Люди пишут стихи, И это очень-очень важно, Потому что когда поэт варится В собственном соку, Тут уже может быть замыливание глаза, Где-то он может писать, Начать писать одно и то же, На одни и те же темы, А друзья, по-моему, для того и существуют, Чтобы указать, Ну, слушай, друг, Вот это вот уже, кажется, у тебя было, Может быть, ты что-то поправишь, И если эта дружба настоящая, На такое замечание даже и не обидишься, И что-то действительно переделаешь. И было написано тоже тихотворение, Которое называется «Вьюга», Хотелось бы его тоже прочесть. Здесь как раз размышления о дружбе, О каких-то важных вещах в жизни человека. Я научился не считать друзей, Как на вокзале, Ходят и выходят, Стал мерзнуть, Одеваться стал теплей, Все реже шарф хранится на комоде, А было время, Я лечил людей, Мог говорить о чем-нибудь часами, Да накидать пяток другой идей, Не отвечал, Давайте-ка вы сами, Свеча горит, Надолго ли гореть, Какая не ведет к концу дорога, Мне надо было что-нибудь сберечь, Но свет свой Я раздал всем понемногу. Сначала разучился ждать чудес, Потом любви, И даже нужный поезд Был, говорят, Да вышел, Вышел весь, Писал стихи, Теперь же сел за повесть, А вьюга злей, Укутавшись в пальто, Я видел тех, иных, счастливых, И я желал, Как не желал никто, Им счастья, Чтобы все у них сложилось, И уходил в ночную злую мглу, Я свет искал, Но искры что-то гасли, И никому, Ни слова, Никому, Так не хотелось Прерывать их счастье, Но были те, Которым не вдомек, Они все шли, И в душу мою лезли, Пусть лезут, Может, вспыхнет огонек, И вспомню я слова О забытой песне, Очередной приходит и молчит, Опять пришел, Не вовремя, Не кстати, Ну, расскажи, браток, Что у тебя болит, Давай-ка мы с тобой Сейчас присядем. Благодарим Сергея Николаева За участие в нашей программе. Стихи Сергея Афористичны И запоминаются Отдельные строчки, Например, такая Город измеряется карнизами, А поэт подобием Христу. Сергей является Председателем отдела Работа с молодежью Симбирской епархии. И как он сам о себе рассказал, Он в духовном поиске, Он ищет Духовный стержень, Духовную опору. И, наверное, Его утверждение о том, Что ничто не потеряно, Что много молодых людей, Ищут себя И идут по дороге к свету, Это должно вызывать Оптимизм И давать надежду. Пожелаем удачи Молодым, ищущим, Талантливым ребятам. И пусть Бог помогает им на пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok